Значит, изначально подход, сам подход рабочей группы со стороны министерств и ведомств, он изначально неправильный. Потому что каждый министр берет закон об особом правовом статусе ГГУ ЗИРИ и начинает оттуда вырезать то, что не соответствует, на его взгляд, тем положением, которое касается его ведомства министерства. А должно быть наоборот. Министр должен внимательно прочитать закон об особом правовом статусе ГГУ ЗИРИ и, там так и написано, привести в соответствии месячный срок законодательства Республики Молдова в соответствии с принятым законом. То есть он должен идти от обратного. Кто-то это должен министрам объяснять. Объяснять надо в комиссии. Для того и создана эта комиссия, чтобы выслушать одну точку зрения, выслушать вторую точку зрения. Мы пригласили вас. И я давал вчера поручение господину Тулба, чтобы он переправил всем примарам электронную версию. Вы посмотрели эти документы. Я бы хотел выслушать мнение примарского корпуса, потому что у нас есть тоже свои соображения. Но одна голова хорошо, а когда все примары ознакомились, и во многом это касается каждого из сообществ, вынесут свои суждения, мы их все аккумулируем и в конечном итоге отработаем уже этот документ, который исполнительный комитет ГГУЗИ примет. Направит его для сведения Народное собрание ГГУЗИ и вручит его представителю рабочей группы, которая утверждена постановлением Народного собрания ГГУЗИ. Она состоит из работников Народного собрания ГГУЗИ, депутатского корпуса и из полкома ГГУЗИ. Вот такой режим работы предлагает такой порядок по первому вопросу. Пожалуйста, господа примары, у кого есть какие мнения по этому поводу? Кто внимательно ознакомился, что может предложить? Ну, если не успели ознакомиться, пожалуйста, члены исполкома. Тоже не успели ознакомиться, что ли? Ну, хорошо, тогда давайте Башкан скажет, что он там нашел из этого. Значит, я предлагаю, чтобы в рабочую группу направить документ, который будет содержать в себе следующие элементы. Мы должны потребовать, чтобы в доработанный закон об особом правовом статусе ГГУЗИ включили следующие пункты. Первый пункт это, когда мы говорим о децентрализации, а Республика Молдова проводит децентрализацию публичных служб. Так или не так? Да. Значит, все эти начальники служб должны быть назначены по предложению исполнительного комитета ГГУЗИ. Они должны быть назначены Народным собранием ГГУЗИ. То есть наш парламент утверждает всех этих начальников служб, не министр утверждает, гостроинспекция, различные структуры, связанные с санэпидстанцией, ветслужбой, инспекция труда, статистики, потом по безработице, центр занятости. Все эти службы, как мы их называем, деконцентрированные, все эти службы должны утверждаться Народным собранием ГГУЗИ. Вот это я предлагаю, чтобы мы включили в наше предложение с нашей стороны. Следующий момент, который я предлагаю, чтобы мы включили в наше предложение отчисления, фиксированное отчисление в соответствии с численностью населения таможенных пошлин. То есть они напрямую сразу должны идти на бюджет ГГУЗИ. Поступило 7 миллиардов, есть численность населения 5 процентов, из этих 7 миллиардов, пожалуйста, 280 миллионов они должны идти в бюджет ГГУЗИ. Я понимаю, что часть должна остаться, это есть общие службы, это уголовная полиция, мы понимаем, что есть прокуратура, суды, оборона, таможня, содержание пограничники, все. Мы понимаем, часть денег она в общем республиканском масштабе, она должна идти централизованно, мы же в одном государстве живем. Но фиксированные какие-то платежи, они должны идти напрямую, чтобы ни у кого язык не поворачивался говорить о том, что ГГУЗИ дотационный регион. И это касается, пожалуйста, можно по всей Молдове, включая все соседние районы, и Тараклийский, и Бессарабский, пожалуйста, такой же подход пусть будет. Мы не возражаем. Я предлагаю, чтобы члены исполкома подумали над этим предложением. Мы его совместно с председателем Народного собрания ГГУЗИ обсуждали и сделали соответствующие заявления, подписанные мной и председателем Народного собрания. О том, что надо пересмотреть закон и, скажем, с 1 января 2015 года, когда срок полномочий истекает действующего Башкана, будет новый Башкан. Он должен быть президентом ГГУЗИ, должно быть правительство ГГУЗИ и парламент ГГУЗИ. И все управления должны называться, не главные управления, должны называться министерствами. К примеру, Министерство здравоохранения и ГГУЗской автономии. Пожалуйста, ГГУЗИ, если мы вносим изменения, пожалуйста, это наше предложение, мы предлагаем. Вы предлагаете все ликвидировать, а мы предлагаем в 10 раз больше расширить полномочия. Во всем мире все автономии раз 10-15 лет, во всем мире, они получают дополнительные полномочия. Вот возьмите и проанализируйте, у господина Сарова есть очень хорошее исследование по этому поводу. Каждые 10-15 лет все автономии, которые существуют в мире, они получают от центра дополнительные полномочия. Сама Европа, Европа регионов, они передают полномочия регионам, передают финансы регионам, передают ответственность регионам. В Молдове, наоборот, все хотят создать один молдавский район большой. Дальше, сейчас, минуточку, да, сейчас выслушаем вас тоже. Потом я считаю, что надо обязательно в сферу законодательства включить и законодательство Народного собрания ГГУЗИ. У нас что получается сегодня? В судебных инстанциях, где выгодно трактуют наши законодательства, а где невыгодно трактуют республиканские. То есть она должна как-то, иерархия должна быть вписана в законодательство Республики Молдовы. И она должна гармонично туда вписываться, чтобы наши законодательства на территории автономии конкретно действуют. Мы же не претендуем на то, что оно действует на всю Республику Молдовы в Бричанском районе. Вот она наша автономия. Мы приняли здесь свой местный закон, который учитывает нашу местную специфику. У судебной инстанции расположены на этой территории, пожалуйста, учитывайте эту специфику. Ушло дело в Высшую судебную палату, значит, Высшая судебная палата обязана учитывать местную специфику и закон, принятый Народным собранием ГГУЗИ. И надо очень серьезно нам подготовить наше предложение по разграничению полномочий. Исполком не будет делать какие-то политические заявления, не содержащие никакой конкретики. Исполком примет конкретный документ с конкретными предложениями, которые мы направим для рассмотрения Народное собрание ГГУЗИ и вручим рабочей группе. Вот задача, которая стоит перед нами сегодня. С этой целью мы и пригласили всех примаров, чтобы они присутствовали при этом разговоре, при этом обсуждении, чтобы они понимали, с какими целями, задачами мы выходим обсуждая этот документ.